Орлы Кеш Как во сне? Казахстанцы все чаще попадают в сети мошенников-гипнотизеров. Какими приемами обманщики добиваются своего? Я использую те же фразы, которыми пользуетесь вы. Как распознать, что вашим сознанием пытаются манипулировать? Сегодня в Москве президенты стран, участниц УДКБ обсуждали форматы сотрудничества, укрепления правоохранительного и миротворческого потенциала этой организации. В юбилейной сессии принял участие и Касым Жумар Тукаев. Напомню, 30 лет назад, в этот день, был подписан договор о коллективной безопасности. На его основе создали организацию, которая на протяжении 20 лет является гарантом безопасности в регионе. Моя коллега Даля Насипова знает подробности этой встречи. Далее, какие угрозовые вызовы стоят сегодня перед УДКБ? Добрый вечер. Выступая сегодня на саммите УДКБ, казахстанский лидер отметил, что одной из главных угроз является нестабильная обстановка в Афганистане. Противодействие терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нерегальная миграция. Эти вопросы практически не сходили из повестки дня на протяжении многих лет и сегодня они остаются актуальными. Нестабильная обстановка в этой стране, а также не снижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожает безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что УДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимание обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии. Также в своем выступлении президент Казахстана предложил подключить УДКБ к миротворческой деятельности ООН. По его мнению, данный шаг укрепит правосубъектность УДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира. Как вы знаете, по инициативе Казахстана учрежден институт спецпредставителя генерального секретаря по развитию миротворчества. Таким образом, все необходимые инструменты сформированы. Основная статья договора гласит о том, что в случае агрессии на одну из сторон участники будут оказывать поддержку, в том числе и военного характера. В этой связи регулярно проводятся учения. Ближайшие пройдут в Казахстане и в ноябре в Кыргызстане. Сегодня каждый из президентов внес свои предложения по развитию и улучшению работы организации. Ирина. Спасибо, Даля. Старт новой программы льготного автоакредитования вызвал настоящий ажиотаж среди желающих приобрести машину. С раннего утра у автосалонов выстроились длинные очереди. Люди жаловались на неясные условия программы. А из четырех банков, получивших одобрение на аккредитование, сегодня заявки начал принимать только один. Стою в очереди полчаса. Какое по счету, мне не сказали. У меня есть на руках только бумага, в которой указана цена на машину, которую я хочу приобрести. По условиям программы автомобиль не дороже 15 миллионов тенге можно взять в кредит по 4% на срок до 7 лет. Именно по этой программе очередь сформируют с нуля. То есть по состарых льготных проектов людей автоматически не переведут. Чтобы получить кредит, нужно прийти в автосалон, выбрать машину отечественной сборки и взять счет на оплату с ВИН-кодом. Потом подойти к сотрудникам банка прямо в автосалоне, которые и оформят кредит. Спустя время, если банк его одобрит, выдадут гарантийное письмо. С ним человек должен будет обратиться в автоцентр для оформления автомобиля. Банки будут принимать заявки только при наличии ВИН-кода в счете на оплату. То есть это означает, что банки будут принимать заявки только если автомобили находятся в наличии в автосалоне. Почему возник ажиотаж в автосалонах? Есть ли в наличии машины на продажу? Расскажут мои коллеги чуть позже. Кроме этих вопросов автолюбителя интересует и как введение новой программы скажется на ценных на машины с пробегом. Ведь сейчас старые авто не сильно отличаются в цене от новых. Елеман Раимбеков выслушал мнение экспертов рынка. Чем дороже авто без пробега, тем выше цена на поддержанную машину. В последние месяцы на вторичном рынке предложение значительно превышает спрос. Но крайне раздутые цены никак не снижаются. Пока дилерские центры не насыдят клиентов своими автомобилями, то есть наличием своих автомобилей, за которые все готовы уже драться, особенно в параметрах льготки, я думаю, что вторичка будет реагировать. Запуском программы льготного автокредитования ожидается оживление авторынка. Многие начнут избавляться от старых автомобилей. Только вот вряд ли кто захочет продавать по заниженной цене. Такого же мнения придерживается и автолюбитель Александр Лясота, который намерен продать своего железного коня и вырученные средства внести на приобретение нового. Я покупал эту машину зимой прошлого года за 3 миллиона, а сейчас она выросла в цене примерно 3 миллиона 600 тысяч. То есть машина новее не стала, но цена на нее выросла. Предпосылок к снижению цен на авто и салона пока нет. Сейчас новый завод из России приостановлен. И дилерам придется привозить из Европы и Азии. А это дополнительные расходы по логистике. Если эта масса покупателей не получит автомобилей в салонах, она пойдет на вторичный рынок. Вторичный рынок реагирует на повышенный спрос, повышенные цены. Автомобилей последних лет с минимальным пробегом достаточно на сайтах объявлений. Там они дороже, чем автомашины из салонов, так как не надо будет ждать своей очереди. В целом, как утверждают эксперты, ценовой дисбаланс будет урегулирован свободным рынком только к концу года. Елеман Раймбеков, Влад Шишко, Информбюро, Алматы. В Казахстане 80% бедных семей состоят из пяти и более человек, сообщает Рэнкинг Киезет. При этом число проживающих в семьях с очень низким достатком увеличилось за год в полтора раза. А если учесть бешеную инфляцию в этом году, то ситуация складывается очень тревожная. С нами на связи общественница и активистка Акмарал Басирва. Акмарал, добрый вечер. Добрый вечер. Вы работаете с такими семьями. Расскажите, это правда, что именно многодетные очень бедные? Я еще, помимо того, что я общественник, еще я руководитель Центра поддержки матери Бахтутпаса Алатаусского района. И у нас вот просто по Алатаускому району 12 тысяч женщин в нашей базе. Из них 60% это многодетные, одинокие мамы. Очень много одиноких мам, которые одни воспитывают от 4 до и более детей. Получается, на самом деле, многодетные семьи, у них ниже достаток. Потому что прокормить, одеть, обуть детей, это очень тяжело в наше время. Как можно переломить ситуацию? Какие есть пути решения по-вашему? На данный момент, мне кажется, надо на законодательном уровне обеспечить вообще всех детей без исключения помощью от государства. В 2019 году мы писали в министерство письмо о том, чтобы не делили детей на многодетных, на малоимущих, на тех детей, которые одни воспитываются мамами. На разные ситуации не делить, а всем детям платить пособие от 20 тысяч на ребенка. А что можно посоветовать таким семьям? Ведь не секрет, что многие имеют иждивенческие настроения. Есть такие? Есть и такие, да. Есть и такие, да. Пользуются детьми многие. Очень грустные, очень много историй. Мы каждый день через себя пропускаем. И родителям нужно давать возможность работать. Вот только мы, наш центр, только у нас девиз, мы не за рыбу, а за удочку. Понимаете, нужно мамам рабочие места дать. Раньше, например, алматинская бумажная фабрика была, да, ХБК, Алматы Клем. Все женские профессии, они полностью исчезли с нашего города, да. С папами нужна большая работа. Спасибо вам, удачи вам в вашей работе. С нами на связи была общественница Акмар Албасирова. Стелс с английского скрытный. А все потому, что хитрый вирус не так легко обнаружить, хоть он и не сильно отличается от омикрона. Он на самом деле является сейчас самым заразным. Как мы это можем видеть? Мы это можем видеть просто-напросто по увеличению количества заразившихся именно этим вариантом. То есть он сейчас вытесняет и дельту, вытесняет и омикрон предыдущий. И поэтому мы видим, что он более успешный, более заразный. Однако у нас нет никаких доказательств, чтобы говорить, что он более опасный. Число заболевших стелс-омикроном растет по всему миру. Есть пики заболеваемости, но нет роста смертности, отмечают вирусолог. А все потому, что многие получили прививки. В Казахстане стелс циркулирует уже в 12 регионах. 99% можно сказать циркуляция идет самого омикрона. А доля стелса-омикрона тоже очень высокая. В принципе на сегодня мы можем сказать, в тех регионах, где идет подтверждение случаев COVID-19, это практически связано с омикроном. Учитывая тяжесть течения заболевания. Новый подштамм омикрона стелс имеет симптомы обычной простуды. И выявить вирус можно только при сдаче ПЦР. Но сейчас среди граждан активно распространяются и другие инфекции. Почти 100% почти у всех развивается эндотелит, снижается резкий иммунитет. В результате этого те инфекции, которые дремали, которые вызывают ангину, стрептококи, стафилококи, они активизируются. Решение – прививаться. В Казахстане доступны все виды вакцин. Стелс омикрон опасен для людей с пониженным иммунитетом, страдающих диабетом и ожирением, а также для тех, кто старше 60. Медики уверяют, что около 40% непривитых приходится на них и настоятельно рекомендуют. Почувствовали простуду? Изолируйтесь. Наденьте маску. Жамал Габдулина, Рината Булхаиров, Информбюро, Алматы. Власти Северной Кореи привлекут военных для борьбы с ковид. Сотрудники военно-медицинской службы армии будут развозить медикаменты по больницам и аптекам. Только за последние сутки в КНДР от коронавируса скончались 8 человек. Почти у 400 тысяч выявили симптомы. Штамп селс омикрон проник в страну, предположительно, в конце апреля. За это время число заразившихся перевалило за миллион. Погибли 42 человека. При этом из-за многолетней изоляции в стране доступны только препараты старого поколения. Они малоэффективны против вируса, особенно для непривитых. Северная Корея не проводила массовую вакцинацию. Больным назначают обычный парацетамол, применяют инородные средства. Поддержку соседям предлагают власти Южной Кореи в виде лекарств, вакцин и медицинского персонала. Если Северная Корея примет нашу поддержку, мы не пожалеем лекарств, вакцин и медицинского оборудования. Наши медики готовы прийти на помощь. Продолжаем информбюро. В Казаларде уже в 2024 году первых пассажиров сможет принять новый терминал аэропорта Куркытата. Его строительство начнут в феврале нового года. А сегодня проект терминала презентовал фонд Булата Утимуратова. После завершения всех работ аэропорт подарят городу. Сейчас международный аэропорт Казаларды выглядит вот так. Международным назвать его нельзя, так как не созданы необходимые условия для пассажиров. Фонд Булата Утимуратова намерен вложить 11 миллиардов тенге в строительство современного терминала. Аэропорт – главные ворота региона, один из наших главных объектов. Отношения гостей, прилетевших в наш город, формируются исходя из внешнего вида аэропорта, уровня комфортности и качества обслуживания. От имени всех жителей области выражаю благодарность фонду Булату Утимуратова. По проекту общая площадь двухэтажного терминала составит 7,5 тысяч квадратных метров. Предусмотрен витражный фасад из закаленного стекла, телескопические трапы, эскалаторы и лифты, автоматизированная система подачи и обработки багажа, зал для транзитных пассажиров – CIP-зал. Он сможет принять 130 гостей международных авиарейсов и 160 внутренних. Будут также стойки саморегистрации, молитвенные комнаты, зона дьюти-фри, а также специализированные пространства для сотрудников служб аэропорта. Это будет достаточно серьезным фактором для стимулирования деловой активности, вообще в принципе для стимулирования развития всего этого региона. Это будет очень удобный, красивый, современный аэропорт, который будет являться визитной карточкой вашего города. Проектирование терминала поручили турецкой компании, которая успешно создавала проекты аэропортов в некоторых странах. Старт строительных работ запланирован на февраль 2023 года. Сдача в эксплуатацию – в сентябре 2024 года. Проект благотворительный. Здания передадут Акимату Казаларды. Сам Акимат будет строить инженерные сети и зоны парковки и высадки пассажиров. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Абай Нуржанович, Рахим Жанаскаков, Информбюро, Казалардинская область. Песок и строительный мусор – все, что осталось от старого базара в одном из районов Павлодара. Садоводы и местные предприниматели возмущены. Ведь они лишились своих торговых мест в разгар дачного сезона. Они не знают, где теперь сбывать свежую продукцию. Жалуются и местные жители, которые покупали продукты по приемлемым ценам. Материал Евгений Мягченко. Местные жители требуют вернуть рынок. Продукты на базаре, говорят, были прямиком с грядки. Цены приемлемые. Привозили продукцию и районные крестьянские хозяйства. Свежее молоко, масло, мясо, творог и яйца. Хотим, чтобы вернули базарчик. Потому что для нашего района здесь вообще нету нигде базаров. Это очень далеко. Даже ни на берегу, ни здесь нигде нету ничего абсолютно. Люди бегут с работы, что-то могут купить, а сейчас нет. Этот район в Павлодаре до недавнего времени славился двумя достопримечательностями. Китайской стеной, самым длинным домом в городе и местным базаром, которому было почти полвека. Теперь от него остались лишь несколько куч строительного мусора. Продавцы также возмущены. Они считают, что их просто лишили единственного заработка. Дачница Газиза продавала на этом рынке последние 10 лет. Ведь пенсии не хватает. Ясное дело, неудобно, конечно. Коробки берешь, ставишь. А когда это сейчас, вот просто два пучка зелени и все. А когда ягода пойдет, помидоры, огурцы, тогда как? Все на земле раскладывается. И людей не стало. Они просто знают, что здесь уже базара нет. И сидишь тут целыми днями с этими пучками. В городском Акимате ответили, что территорию просто готовят под ремонт. Но дачников и предприниматели действительно попросили освободить торговую площадку до 25 мая. На данной территории будут предусмотрены места для реализации дачной продукции. Садоводам и дачникам данные места будут предоставляться на бесплатной основе. В текущем году запланировано проведение благоустройства данной территории. Дачникам пообещали павильоны, контейнерные площадки, урны и лавочки к началу осени. Но пока строительные работы так и не начались. Продавцы сомневаются, что им вернут их торговые места. Либо сделают высокую аренду, что скажется и на стоимости продуктов питания. Всего в Павлодаре около 10 торговых площадок для садоводов и дачников. Но желающих продавать свою продукцию гораздо больше. Евгения Мягченко, Манбээмбет, информбюро, Павлодарская область. А жители Караганды просят продлить время работы общественного транспорта. Сейчас он ходит в основном до 8 вечера. Из-за этого люди вынуждены после работы добираться домой на попутках или заказывать такси. А это дорого. К тому же во многих городах Казахстана автобусы перевозят пассажиров до 11 часов вечера. Есть ли выход из ситуации, узнавала Людмила Батюшкина. Для карагандинцев увидеть автобус после 8 часов вечера – настоящее чудо. Случается это только, если экипаж не собрал план по выручке и решил в личное время выйти на дополнительный круг. Очень тяжело после 8 попасть домой. Они вот возле Абзала, возле ЦУМа, вот они стоят, они на такси ездят на 300-500 тенгей. Ну вот в других городах я знаю, что они до 10-11 ходят автобусы. А вот у нас в Караганде именно после 8 не доберешься до дома. После 8 уже все, нет автобуса. Отсюда с этого ДК до Македуга можно свободно дураться пешком. Полтора-полтора часа. Руководство автопарков уверяет, что работают по утвержденным графикам, но на камеру отказываются давать комментарии. Однако жалуются на нехватку водителей и субсидий. Шоферы более разговорчивы. Утром и вечером на подготовку и сдачу автобуса у них уходит по 2-3 часа, помимо работы на линии. Я в 4 утра с дома выхожу. С 9 и когда еще? Робот или что? Я что? Итак, 5-2 работаем. В 8 часов выезжаем туда ехать, 9 будет. Потом машина мыть. Домой ехать. Кушать, спать. Когда? Домой вы на сколько заходите? По данным Акимата, сейчас в автопарках Караганды не хватает половины водителей. Сказываются законодательные сложности получения водительских удостоверений категории «Д» и тяжелые условия труда. Имеющиеся шоферы работают в одну смену. Автопарки и рады бы перейти на двухсменный график, как в других городах, но сказывается кадровый дефицит. То есть, видите, сейчас еще продлить, это до 10-11 часов, это тоже увеличение рабочего времени. То есть уже как бы физически невозможно, сложно для водителей уже. То есть он сегодня на работу вышел, до 10 поработал, он пока закончит, машину пока в гараж поставит, это уже поздная ночь. Нарушение всех трудовых норм будет. Жилые районы Караганды далеко друг от друга. Между ними у автобусов большой холостой пробег. Это означает, что на протяжении маршрута нет смены пассажиров, а значит меньше выручка. Автопаркам это невыгодно. На этот год из бюджета выделили на субсидии для них 3,6 миллиарда тенге. И, возможно, добавят осенью еще. Но, по словам перевозчиков, расходов это не покрывает. Поэтому власти даже не обещают, что автобусы будут ходить дольше. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. В Казахстане активизировались мошенники, которые водят своих жертв в состоянии гипноза. Сразу несколько случаев произошло на юге страны. Пострадавшие, как правило, позже осознают, что сами отдали обманщикам ценные вещи. Наш корреспондент Анастасия Новикова расскажет, как распознать, что вас пытаются ввести в транс. Этих гипнотизер задержали прямо в поле. Женщины, увидев полицейских, бросили машину и разбежались. Они обманом ввели в транс и обокрали пожилую женщину в Туркестанской области. Злоумышленницы убедили пенсионерку, что на ней сглаз. Старушка и опомниться не успела, как оказалась под гипнозом. А умелые жительницы Узбекистана выкрали у нее из дома ценные вещи. Всех пятерых женщин поймали и задержали. У них изъяли похищенные золотые изделия и деньги. Данный факт зарегистрировали по статье «Мошенничество». Полицейские говорят, такие факты в стране участились и советуют сразу обращаться в правоохранительные органы. По горячим следам найти таких воришек проще. Семья Асель-Малик тоже попала под гипноз. По словам девушки, незнакомка пришла к ним в дом, ввела в транс родителей и унесла с собой все ценное. Только спустя несколько часов, придя в себя, они обратились в полицию. Мошенницу задержали. Она пришла к нам в дом, сказала, что ей плохо. А у нас как? Мы же гостеприимны и всем помогаем. Она загипнотизировала маму, папу и бабушку. Сказала, что нашей семье угрожает опасность. Говорит, что ваша дочь, то есть я умру, если мне не помочь. Ввела в транс и обокрала дом. Украла даже посуду. Психологи говорят, мошенники, обладающие даром гипноза, очень тщательно подбирают жертв. Ими могут стать те, кто погружены в свои мысли. Каждый человек самопроизвольно впадает в транс минимум 60 раз за день. В этот момент он особенно уязвим. Если вам задают нестандартные вопросы, это должно быть первое подозрение. Второе. Если человек, излишне посторонний человек, вызывают у вас какую-то симпатию, он наверняка обладает навыками. Ну и третье. Если он стоит так же, как вы, если он двигается так же, как вы, если он разговаривает примерно тем же ритмом, как вы, если он использует те же фразы, которыми пользуетесь вы, это должно вызывать насторожность. При этом в руке у такого человека может быть брелок или ключи, ритмичное покачивание которых тоже может ввести в состояние транса. Они подбирают нужные слова, вовремя дотронуться до вас и таким образом могут подчинить свои воли. Главной защитой от таких людей станет полное игнорирование. Специалисты советуют не смотреть незнакомым людям в глаза и вообще входить с ними в диалог. Анастасия Новикова, Дворон Абдиев, Абзал Туровеков, Информбюро Шемкент. ОППО. Мировой производитель смартфонов и умных устройств представил новую модель. Рина 7 весьма выделяется из всех смартфонов, которые присутствуют на рынке. Одна из главных особенностей – неповторимый дизайн. Стильный корпус с четкими гранями и задняя поверхность из стекловолокна, которые имитируют текстуру кожи. Такое есть только у ОППО.